Семь матчей, семь побед, ни одной по пенальти. В числе поверженных соперников практически все другие фавориты турнира. Италия, Германия, Франция, а в финале Англия. Сборная Испании подтвердила свой статус одной из сильнейших команд мира, в рекордный четвертый раз выиграв европейское первенство. В первом тайме финала Испания безраздельно владела мячом, однако взломать плотную оборону англичан, которую называли самой стойкой команды турнира, у нее не получалось. Но уже в самом начале второго тайма подопечные Дела Фуэнта открыли счет. Ламин Ямаль отпасовал Ника Вильямсу, который поразил английские ворота. Англичане на этом Евро пропускали первыми во всех матчах плей-офф, но неизменно отыгрывались. Смогли подопечные Саутгейта сравнять счет и на этот раз. Вышедший на замену Коул Палмер ударом и за штрафной положил мяч точно в угол. 1-1 на 73-й минуте. Победный гол у испанцев мог забить Ямаль, однако эта дуэль осталась за Пикфордом, но на 86-й минуте после быстрой фланговой атаки и кроссу Кукурелье Микель О'Ярсабль опередил Марка Гехи и поразил английские ворота. Победа 2-1 из золота турнира. Нельзя быть более счастливым, сказал после победы Дела Фуэнта. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Испания была лучше команды турнира, прокомментировал поражение Саутгейт. Наши игроки были великолепны, я горжусь ими, нам просто не хватило совсем чуть-чуть. Это было настоящее чудо. Так Борис Джонсон прокомментировал неудачную попытку покушения на кандидатов президента США Дональда Трампа, произошедшую в ходе его предвыборного ралли в Пенсильвании. Трамп выступал перед своими сторонниками на сцене, однако в какой-то момент послышались выстрелы. Политика быстро прикрыли сотрудники секретной службы, а сам предполагаемый стрелок, как стало известно позже, был немедленно ликвидирован снайпером. У Трампа, как сообщил ансамбла, прострелена верхняя часть уха. При этом один из посетителей ралли был убит, и еще двое получили серьезные ранения. Один из очевидцев говорит, что стрелок совершенно не скрывался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В предвыборном штабе Трампа заявили, что у него все в порядке. Сам экс-президент выразил соболезнования семье погибшего и раненых. Позже стало известно, что предполагаемого стрелка звали Томаса Мэтью Крукс. Ему было 20 лет, и он был местным жителем. В ФБР также заявили, что, по их мнению, нападавший действовал в одиночку. Президент Джо Байдена решительно осудил попытку убийства сфере политического оппонента. Между тем, некоторые однопартийцы Трампа обвинили лично Джо Байдена в подстрекательстве к убийству. Американская актриса Шеннон Дуэрти, получившая известность за исполнение роли Брэнды Уолша в сериале «Беверли-Хиллз 90-210», умерла в возрасте 53 лет, сообщил журнал «Пипл». «С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину Шеннон Дуэрти. В субботу 13 июля она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», заявила многолетняя представитель актрисы Лесли Слоан. В 2015 году у Дуэрти диагностировали рак молочной железы, в 2020-м после ремиссии произошел рецидив. Первый сезон «Беверли-Хиллз 90-210» вышел в 1990 году, позже Дуэрти снималась в его сиквелах. Она также исполнила главную роль в «Сигале «Зачарованные», где сыграла роль старшей сестры Пруденс Холлиуэлл. Эстафета Олимпийского огня после нескольких недель путешествия по Франции добралась до Парижа в день взятия Бастилии. Факел с зажженным в Древней Олимпии пламенем появился на Елисейских полях в финальной части военного парада, который ежегодно проводится в честь национального праздника Франции 14 июля. В течение двух дней факелоносцы пронесут огонь мимо самых известных достопримечательностей французской столицы, включая Лувр и Сорбонну. Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.